Некоторые люди мечтают об эксклюзивных и дорогих машинах всю жизнь, а некоторые выкидывают их на свалку. Друзья, вы молодцы, предыдущее видео набрало 5000 лайков, поэтому ловите третью часть. И осторожно, при просмотре этого видео наворачиваются слезы. Мировым лидером по количеству дорогих заброшенных авто заслуженно является город Дубай. Там пылятся дорогие брошенные суперкары, коллекционные машины, ну и просто дорогие спорткары. Причина в том, что многие иностранцы после банкротства своих предприятий или завершения неудачных сделок уехали с этого региона, в буквальном смысле слова, бросив все. К примеру, этот DeLorean DMC12 – легенда фильма «Назад в будущее». Это спортивный автомобиль, который выпускался в Северной Ирландии для американской компании DeLorean Motor Company с 1981 по 1983. И, кстати, в данный момент этот красавец производится под заказ или восстанавливается в компании DMC Texas. Впрочем, один из таких красавцев оказался брошенным и гниет на одинокой стоянке в Дубае. Старый заброшенный амбар во Франции хранит в себе под слоем навоза и грязи более ста легендарных автомобилей. В их число входили такие, как Феррари, Бугатти, Порше и Мазератти, общая сумма которых даже еще полностью не определена. Эта обалденная коллекция машин когда-то принадлежала французскому магнату. Но когда его бизнес в далекие 70-е рухнул, то его бесценная коллекция машин осталась без ухода. Эксперты считают, что 60 из 100 автомобилей еще подлежат быстрому восстановлению. Но самой удивительной машиной из этого старого амбара является Феррари 250 GT SVB California Spider, которых произвели на свет всего лишь 46 штук. И к тому же она является одной из самых дорогих машин в мире. Вдобавок, эта красотка очень хорошо сохранилась как внешне, так и внутри. На аукционе подобный экземпляр был продан в 2007 году за 5 миллионов долларов. Прекрасно отреставрированный чешский автомобиль Aero Minor 2, который в 1949-м был подарен товарищу Сталину на его 70-летие коллективом пражского завода Aero. Этот автомобиль был построен на деньги, заработанные на субботниках, и имел эксклюзивную внутреннюю отделку из ценных пород древесины и красной натуральной кожи. Сборку доверили лучшим из лучших. Правда, так и неизвестно, катался ли сам великий вождь на этой машине, или же она сразу заняла место в музее сталинских подарков. Но после того, как Хрущев ликвидировал этот музей, автомобильчик передали в Политехнический институт, а затем в один из московских роддомов. И когда он полностью выработал свой ресурс, его продали через автокомиссионку. Но несколько лет назад ржавые останки Aero Minor случайно обнаружились на одной из подмосковных дач. В 2013 году реставрационная мастерская автонаследия выкупила их у владельца и приступила к восстановлению машины. Вот в каком виде автомобиль прибыл на реставрацию. Автомобиль восстанавливается с максимально возможным использованием подлинных деталей и узлов. Работы завершились совсем недавно, и вот великолепный результат. И я очень надеюсь, что эта уникальная реликвия не будет продана какому-нибудь богатому иностранному коллекционеру, а останется здесь, в России, дома. А вот еще один эксклюзивный пример прямиком из Объединенных Арабских Эмиратов. Одна из самых дорогих машин, которые там когда-то оставляли. Феррари F60 Enzo, которую хозяин бросил из-за штрафа 144,5 тысячи евро, несмотря на то, что сам автомобиль стоит около 900 тысяч евро. Шестилитровый V12 с 650 лошадиными силами. В то время было трудно представить что-то столь же поразительное, но в принципе сейчас тоже немного машин, которые могут похвастаться такими характеристиками. Эксклюзивности и неповторимости этому автомобилю добавляет тот факт, что Феррари решили дать ей имя в честь своего отца-основателя Enzo. Но вернемся к теме. Самое интересное то, что на парковке в Дубае брошено уже два таких экземпляра, а всего же было выпущено 399 штук этого удивительного автомобиля. И только избранные и достойные, на взгляд компании Феррари, могли быть удостоены чести обладать им, чего стоит лишь один руль из Формулы 1. И это далеко не единственный случай, когда в этой стране оставляли дорогую машину из-за штрафов. Интересная статистика состоит в том, что общие суммы штрафов людей, которые бросают там свои машины, начинаются от 20 тысяч евро. Полиция пытается бороться с этой проблемой и ежегодно выставляет машины на торги. Тем самым они не только окупают штрафы владельцев авто, но и остаются в плюсе. Таким образом они очищают город от захламленных машин и дарят неоценимый шанс рядовому человеку приобрести суперкар по цене обыкновенного автомобиля. Ну а первое место в этой части о заброшенных авто я решил присвоить не конкретному автомобилю, а целой марке, на которую возлагались огромные надежды. В середине 2015-го на портале DriveToRu пользователь Александр1 опубликовал печальные фотографии суперкаров Маруся после долгого отсутствия какой-либо информации о проекте. Спорткары оказались брошенными на растерзание коррозии и временем в запыленном цехе бывшего автозавода. Часть машин уже отправилась под пресс, а оставшиеся экземпляры ожидают подобной участи в ближайшее время. Автомобили уже давно стоят без движения, многие из кузовов в полусобранном состоянии. И если часть машин хотя бы стоят за каким-то забором в боксах, то ходовой макет кроссовера от Маруси стоит прямо на улице, рядом с трактором, который сейчас и занимается разрушением цехов завода. Первый русский суперкар звучит гордо, не так ли? Да и начало этой истории было красивым. Молодая команда инженеров, новые разработки, своя команда в Формуле-1. Да и машины серии B1 и B2 вышли, на мой взгляд, красивыми, кто бы что ни говорил. Проект Маруся должен был доказать, что помимо ЛАД, Волк и ОАЗов, в России умеют делать в том числе и суперкары, не уступающие западным аналогам. Осенью 2015 года умерла и одноимённая команда Формулы-1, которая, как и разработка дорожных автомобилей, деньги всё больше сжирала, но не приносила. Кстати, неоднократно ходили слухи, что проекты Маруся не были всерьёз рассчитаны на получение прибыли и являлись для главного инвестора своего рода инструментом для проникновения в британский бизнес-бомонд. Но бизнес бизнесом, ну а для рядовых автолюбителей, гниющие автомобили Маруся становятся перевёрнутой страницей отечественного автопрома и, думаю, навсегда останутся золотой частичкой автомобильной истории России. Это всё, что я хотел рассказать и показать вам сегодня. Надеюсь, что ваши сердца хоть немного сжались от этого отчасти грустного ролика. Если ему удастся повторить успех предыдущих и собрать 5000 лайков, то я из-под земли достану материал для новой части. Ну а на сегодня всё. Делитесь этим видео и ставьте лайки. Для меня это лучшая награда за проделанную работу. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok